Всем привет, в этом видео я расскажу о резервном копировании в операционной системе Windows, о функции истории файлов, резервном копировании и восстановлении системы, как создать образ системы и диск восстановления, а еще об облачном хранилище OneDrive и как его можно использовать для резервного хранения данных. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Windows 10 8 и 7 оснащены множеством различных инструментов резервного копирования, которые помогут в будущем восстановить систему или предотвратить потерю важных данных. Одна из функций для резервного копирования данных – это истории файлов. Функция несколько ограничена, потому как делает резервные копии только файлов из библиотеки пользовательского аккаунта. Если помимо этих вам нужно будет восстановить файлы из других папок, их прежде нужно будет добавить в список этой функции по умолчанию. После того как это будет сделано, Windows сможет автоматически создавать резервные копии файлов. Эту функцию можно использовать для восстановления всех когда-либо утерянных файлов, восстановления какого-то одного файла или отката файла к старой версии. Подробнее о функции истории файлов смотрите в одном из наших видео, ссылка будет в описании. В Windows 10 добавили старую функцию резервное копирование и восстановление с Windows 7, которая была удалена с версии 8.1, но теперь ее опять вернули. Она еще известна как Windows Backup. Этот инструмент поможет восстановить любую резервную копию Windows 7 на вашей Windows 10, но также ее можно использовать для восстановления компьютера из Windows 10. В отличии от истории файлов, с помощью Windows Backup можно намного проще создать резервную копию практически всего на жестком диске. Этот инструмент можно найти, зайдя в «Параметры», «Обновление безопасности», «Служба архивации», перейти в раздел «Архивация и восстановление Windows 7», здесь «Настроить резервное копирование», «Выбрать диск», «Предоставить мне выбор». И здесь есть возможность, помимо данных и библиотеки пользователя, выбрать дополнительный еще и системный диск. Но для этого вам понадобится достаточно свободного места на диске, на котором будет создаваться данная копия. Также здесь есть функция «Создание образа системы». Эта функция позволяет создать полный образ вашей текущей системы Windows, включая операционную систему, установленные программы, настройки и файлы пользователя. Резервная копия может быть сохранена на внешний жесткий диск, на несколько DVD дисков или на сетевом ресурсе. Если вам когда-либо понадобится восстановить компьютер, это можно будет сделать, развернув сохраненный ранее бэкап. Подробнее как создать образ системы, смотрите в другом нашем видео, ссылка будет в описании. Еще образ системы можно создать с помощью встроенной утилиты Dism.exe. Подробнее об этом методе тоже уже есть отдельное видео. В этом же пункте меню можно создать DVD диск восстановления для устранения проблем с запуском операционной системы, просто вставив диск и нажав «Создать», после чего начнется его запись. А чтобы создать USB диск восстановления, откройте панель управления, восстановление и здесь создание диска восстановления, разрешить вносить изменения, далее создать. Все данные на этом диске будут утеряны, такой диск это своего рода резервная копия загрузчика системы, вам не нужно будет переустанавливать систему и вы не потеряете свои данные. Для доступа к данному инструменту напрямую можно открыть меню пуск и набрать recoverydrive.exe и нажать вот. В Windows 10 больше нет отдельного раздела для восстановления, следовательно этот инструмент позволит его создать на съемном диске. Как создать раздел восстановления есть отдельное видео, ссылка тоже будет в описании. Еще одно средство резервного копирования OneDrive, его конечно сложно назвать настоящим средством восстановления, но на данный момент он полностью интегрирован в Windows и поможет вам сделать резервные копии важных данных в облачном хранилище. Сохраненные файлы в папке OneDrive на компьютере будут сохранены в вашем аккаунте OneDrive и вы сможете пользоваться данными файлами с любого другого устройства. Даже если вы переустановите Windows или будете использовать Windows на другом устройстве, вам просто необходимо войти в ваш Microsoft аккаунт и все данные, которые вы сохранили в этой папке будут доступны. Хранение данных в облачных хранилищах удобно как минимум по двум причинам. Во-первых, такие хранилища имеют инструменты, которые отвечают за сохранность информации пользователей, а значит вероятность потерять информацию в результате выхода жесткого диска из строя из-за какого-то сбоя практически равна нулю. Вторым преимуществом облачных хранилищ является то, что вы можете очень легко поделиться вашими файлами с кем хотите. Достаточно лишь отправить ссылку на файл в хранилище, например с помощью электронной почты или мессенджеров. Работать с ним довольно просто. Папка OneDrive отображается в проводнике, достаточно только ее открыть. Но для использования этого сервиса нужно иметь учетную запись в Microsoft. При первом открытии папки OneDrive нужно будет пройти авторизацию. Далее запустится мастер, с помощью которого можно будет настроить папки хранилища на данном компьютере. Расположение папки можно изменить, к примеру, переместив ее на другой диск, нажав здесь изменить расположение и указав новый путь. Принцип работы заключается в том, что файлы, которые помещаются в эту папку, остаются и находятся на этом компьютере. Но также они будут синхронизироваться с облачным хранилищем. Это значит, что при добавлении файла в папку OneDrive его копия загрузится и в облачное хранилище. Затем можно работать с файлом в этой папке и он будет также постоянно актуализироваться и в хранилище. Все добавленные в OneDrive данные будут доступны и на других компьютерах и устройствах, на которых нужно будет просто авторизироваться с учетной записью Microsoft. Если вы удалите файл или папку, которая была ранее добавлена в OneDrive, то это приведет и к удалению этих данных, как в самом облачном хранилище, так и на других ваших устройствах. А чтобы поделиться файлами, которые были загружены с другими пользователями, просто щелкаем правой кнопкой мыши по файлу и выбираем поделиться ссылкой в OneDrive. Далее ссылку просто нужно будет вставить, к примеру, в электронное письмо или в сообщение в социальной сети. Для доступа к настройкам нужно нажать на значке правой кнопкой мыши и выбрав параметры. Здесь можно запретить службе запускаться автоматически со стартом Windows, если вы не часто пользуетесь данным сервисом. А функция файлы по запросу позволит получить доступ к всем имеющимся файлам вашего ПК с другого, удаленно. Нажав в личном кабинете сервиса на компьютеры, откроется новая вкладка. И здесь, выбрав свой компьютер, вы увидите уведомление о том, что чтобы подключиться к этому компьютеру, вам нужно ввести код безопасности. Жмем «Войти с кодом безопасности», после чего на электронный ящик придет письмо с кодом, который нужно будет ввести. После вы получите доступ к файлам вашего компьютера, где их можно будет скачать или просмотреть. Во вкладке «Учетная запись» можно добавить другую, выбрать папки для синхронизации, а во вкладке «Автосохранение» настроить его. Ну и самое главное, о чем стоит упомянуть, это то, что облачный сервис OneDrive предоставляет только 5 ГБ бесплатного пространства для хранения ваших данных. Поэтому резервную копию системного диска или системы вам вряд ли удастся сюда поместить. Придется докупать место согласно тарифам, ознакомиться с которыми можно на официальном сайте. Но есть возможность получить и бонусные гигабайты, которые вы сможете получить при выполнении определенных условий, к примеру, за приглашение друзей. В личном кабинете есть возможность скачать приложение OneDrive для Android, Windows и iOS, что позволит получить доступ к сервису и с мобильных устройств. В таком случае все файлы будут у вас всегда под рукой. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.